всем добра и блага интересные такие события происходят в интроспекция значит я как вижу что если бог внутри себя содержит принцип вампиризма вот если отойти как они называют принципа 2 это что все находится в боге все из него происходит и нет ничего кроме бога значит из этого принципа внутри него возникает же вампиризм и само явление вампиров и мы взяться то негде то есть под вампиривает в принципе в каком-то процентном соотношении любой человек любой человек в процентном соотношении тоже является вампиром в том числе до самого себя вернее как для самого себя внутри него принцип этот принцип есть принцип старения тоже принцип стране такой же вампиризм то есть время изымает аспект времени в абсолютизации бога изымает из человека его же первичный ресурс я вот наблюдал интересную такую у меня было озарение такое мистическое я бежал по лесополосе там у нас есть парковая зона пробежку делал и зимой только начало зимы выпал там какой-то снежок 1 я пробегаю мимо малыша где-то полтора года может 2 и мать с ним и вот этот малыш комбинезон чеки когда я пробегаю мимо него я значит смотрю в глаза ему в глаза то есть как-то взгляд попался я вижу насколько у него энергетики много то есть он просто там кайфовал это вообще это был к это состояние эйфории этого ребенка когда он смотрел на этот первый снег и я видел его эмоцию то есть я пробегая мимо него я вижу его эмоции вижу до какой степени находится в состоянии эйфории то есть у него эндорфины просто мозг там ну выбивали ему на вертикальную подключку и вот этот ребенок озарил меня вот этим светом своим ну как бы сказать вот его энергетикой и я был моя душа даже не сам я какой-то моя внутренняя моя субличность была просто поражена насколько как бы этот ребенок получает удовольствие от жизни то есть он настолько был радостен этой жизни что он по сути дела я так даже увидел своим ясновидением что он пока еще частью своей сущности там как там горит на небесах там на небесе часть его сущность на небесе до конца суда не сошла а только так еще прощупывает какие-то там свои эти самые адаптации к этого мира что еще может подумает почему год некоторые дети там умирают там маленькие там три года пять лет да потому что может быть сущность его какая-то космическая сказала нет типа я туда дальше в реинкарнацию не пойду понимаете в чем какая здесь разница вот то что я вам сейчас рассказываю это следующий уровень инициации в том числе и для меня потому что я когда значит я продолжаю как бы йогой занимаешься тезицуайн пробежки медитации там господи там иисусе христе божией матерь пошли мне хотя бы квантик какой-то квантик я ж не говорю там килограмм хотя бы квантик какой-то там свои ты вот духовные энергетики ты вот так вот поэтому абстрактное рассмотрение вот этих кодировочек она дает максимальную подключку к ситуации я вот у себя завить заметил что следующая ступень моей проработки заключается в отрешенности то есть для социального плана то есть игру что но мало ли что там произошло днем это просто отдельный рисунок мая физического плана даже я замечал мое вот это вот рефлексирующее сознание но там говорит ну поехали сэкономим там бензин там вот тем путем а может быть мы здесь там вот это не будем делать и как бы что-то там будет лучше а я духовным планом понимаю да особо там ничего не будет лучше но это как бы опять иллюзия понимаете как бы конечным аспектом вашим нашим с вами заключается в том что мы в этой реинкарнации создаем идеальное зеркало мозг это зеркало чакра это зеркало не отражают нам эту реальность чтобы мы своим я воспринимали некую объективность внутри себя и вся сложность в том что мы попадаем в калиюгу понимаете деградантов здесь уже первично было очень много и то что происходит в этой спецоперации это же по сути дела один вампир забирает энергетику жизнь и ресурсы другого вампира то есть там два демона мочат друг другу в этой спецоперации на эфирном плане а люди как пешки исполнения его замысла этого демона почему я и говорю что чем четче мы видим мысли формы и ставим демаркационную линию на эту программу тем дальше что происходит мы мы отдаляемся вот просто мысленно представить что это демаркационной линии нас отдаляет от всей этой сценарности этого плана который они нам навязывают через определенный промежуток времени дальше что произойдет мы демаркационной линии в центре организуем свою ось которая выражается у нас математически что это слон у них смерть у нас слон вертикальной ось революции ну такое кодировочное название уж не говорю там что пожалуйста кому нравится другой там название можете называть ось вертикальной эволюции то же самое и и дальше что получается мы начинаем накапливать элемент жизни и воскресать вот то есть вот основная инициация что мы начинаем воскресать внутри самих себя через что формирование индивидуальной правильной мысли формы понимаете вот в этом месте как бы я хлопаю там этим всем ангелом архангелом спасибо ребят что вы мне объяснили кто почем и куда вот тогда отделившись от элемента смерти хотя бы в ментальном будхиальном ментальном кузуальном плане допустим эфирном уж иисус христос вообще там физическом плане наполнил физическое тело жизни что-то сформировал физическое тело кстати как и по при йоге там шриук тишвар и йогананда вот так вот вся сложность происходящего в том что как бы мы смотрим на других людей которые окружают нас который духовно эволюционирует там кит деграданты и про себя думаем что они такие же как мы вот здесь четко значит демаркации что не деграданты они уже потенциально попадая в поле вампиризма обнуляют сами себя вот ощутите вот это вот здесь всего лишь две мысли формы с такой жесткой демаркации полярности плюс минус то есть демаркация она отталкивает она действует вот моющие средства жир там скажем обнуляет там на сковородке так и здесь что идет включение некой химии ведь даже на сковородке чтобы помыть там этой химией жир там нейтрализовать имеет химию соответствующую химическую форму так и здесь создав химическую форму демаркации ваши дети и внуки и мои дети и внуки будут гарантированы в защите от вампиров и вообще деградации то есть какой глубокая мысль что мы синтезируем мыслью форму для своего рода для детей чтобы они в дальнейшем в геноме имели жесткую демаркации от паразитов каких-то любой любая клановая серьезная группировка возьмите там ну я как бы те же там какие-то выше уровне масонов там и черной аристократии так далее они все это знают то есть они это все то есть над на тонком уровне информацию получили естественно для обычного человека там ничего не понятно будет чтобы дать инициацию какую-то это нужно человека обучать да чтоб там телевизор там починить там или чем-то электрику вон в машине там люди обучаются там годами а здесь изучить принцип демаркации и передачи информации учить детей нужно какие-то уже там определенные тренинги по продумать как правильно детям давать вот такой вот посыл а так в общем нормальная планочка то есть так планово идем без рывков я напоминаю что если энергетику сильно уж там качать всегда нужно сделать три шага там сделать один шаг назад ведь и чет проблема накручивается раз там шажочек назад съездили на дачу помедитировали там где-то за городом там прогулялись там парковой зоне часики 2 вот на сегодня все джоом благодарю всех кто продвигается в этом направлении я считаю что все идет очень хорошо на твердую четверочку